ну что же здравствуйте дорогие товарищи сегодня мы попробуем некроманточку сиена фуга и нас она вначале была у нас такая вот боевой маг потом пиромантка такая самострелка ну то есть этот телепортируется вперед это рывок рывок стрелок это у нас разбрасыватель и вот есть посмотреть на другие то получится что у нас есть этот разбрасыватель что он делает спрячется рывок и удар то есть рывок удар разбрасыватели из прячется получается такая же схема что отталкивая значит разбрасыватель удар рывок из прячется вот такая же схема что прячется прячется что-то там сейчас рывок удар ну и разбрасыватель так наоборот так теперь это значит удар рывок прячется ну и разбрасыватель да это у нас раз рывок удар разбрасыватель и прячется вот но прячется конечно таким специфическим скорее всего отвлекание на себя и так ах какая какая извини зигмар без обид а вот так теперь пламя сиены теперь горит холодным неземным светом с лишающим жизненной силы на 7 20 процентов дополнительный урон от сиены и ее слуг это пассивка теперь профессиональная способность на фочку сена поднимает компания воинов скелетов чтобы прорядить противников ну то есть то есть деблоид некромант так влади владычица смерти может приказать своим слугам атаковать или защищать она может от них избавиться чтобы сбросить перегрев это интересно тут наверное так низ без модов которые бы спавнили врагов я не скажу так у меня тем более их нету холодное пламя урон сиена эффекта постоянного урона длится на сто процентов дольше попа попа интересно убийство противника дает два процента критического урона на пять секунд суммируется до пяти то есть кредит критический урона так это классика несколько временное здоровье временное здоровье ну да наверно вот так вот хотя нужно посмотреть насколько там дальше сиена получает двенадцать процентов скорости как подняты четыре или более скелетов а вот тут можно дофигищи подожди а тут еще отдавать приказы скелетом одно нажатие назначенные для зелья клавиши выбирает эмблему смерти двойно нажатие этой клавиши выберет имеющийся зелье то есть они попытались короче использовать те кнопки которые у них были но при этом навесить кучу функциональности так наклинание увеличивает так пляска святого пляска смерти в ангеле так это интересно критический удар обладает неограниченным рассекомлением увеличивает силу на 25 интересно заклинание увеличивает силу в дальнем бою на 5 ну пока это не очень скорее вот это вот интересно и вот это вот интересно я наверно нажату потому что непонятно что там с этими скелетами так 40 процентов если если подбили подбили давайте вот это вот пока не понятно как там будет критические атаки противника пораженных сквернословием нагаша заставляет их взрываться то есть сквернословием нагаша блин что это у нас было ага это поджигает врагов ага давайте вот это все таки критика да будем критические удары собирать так убийство элитного противника поднятие мертвых притрёп в следующих ударах давайте вот это вот остается перед продолжением на 20 секунд армии мертвых как-то зловещие мертвецы теперь приводит к тому основу ага интересно ну давайте так вот вообще не понимаешь как будет вот она такая красавица где твои огненные волосы которые нравились мне блин но я не купил этот набор подожду скидок ну давайте дадим ей какой-нибудь темного князя нет не интересно собиратель черепов да давайте вот так кроме кроме крови четко это не очень да не очень тем так снаряжение ну давайте посмотрим во первых вот это во вторых скорость атаки скорость атаки давайте вот это было бы мое так дальше вот это вот давайте а вот тут вот значит будем думать потому что тут что у нас так добавили нового сейчас мы соберем новенький посох будет хорошо так раз два три четыре пять шесть семь ну что тогда создадим создадим предметик а то и два давайте ну что там нам дала бляха-муха вот до раза блин дайте мне а черт нет нам надо трехсоточку о супер трехсоточка вот сразу трехсоточка да всякую херню вот эту вот сразу же издадим либо нефиг засорять теперь улучшаем улучшаем предмет и это тоже улучшим так супер окей перебрасывание свойств что там у нас плюс один к выносливости да па-па-па критические удары характеристики 17 сил давайте потыкаемся немножечко посмотрим еще пока не знаю к чему вот наверно вот это вот хорошо так ладушки тогда второе ну выглядит хорошо так и наверное поменяем так перебрасывание свойства с этой косой мне нормально а вот с этим последовательные атаки что у нас тут может быть вообще силу атаки непонятно 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 а давайте вот так вот сделаем да так ну и что там у нас понятно так я хочу это я хочу а я я я я не но я там у ветерана там кириллиан так вообще был полный набор так снаряжение мы там ничего не пропустили не любите вы сиеночку не любите если так о младушки давайте пыльница пойдемте пробуем пройти первую миссию черепа для черепов о и для начала посмотрим вообще а какой у нее есть бонусы то есть не бонусы эти испытания компания химгарта окей хорошо 25 уровней за некромантку снести перегрев 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 элитных противников 30 раз но это с перегревом непонятно честно говоря элитных противников атаковать 30 раз но это просто это как бы хорошо так 60 урон 60 различным противникам за 2 секунды черт его знает надо смотреть скелеты защитники должны получить 400 урон за 10 секунд не знаю 24 скелета можно офигеть так сквернословим атака ближнего боя или похищающим души посохов одновременно 8 окей но это это собрать надо это немножко в пустошах хаоса что-нибудь в этом роде или а это же этот это же будет вызывать будет заставлять на патрули нападать ну или по крайней мере использовать ситуацию 250 раз убейте воинов хаоса с помощью вырывания души похищающего рассеките больше 15 ох ты ж поводите в голову околдованным жнецом окей урон пораженным сквернословим противником 500 раз ладно более 95 процентов времени то есть начали и побежали ну кто покупку как-то раньше был ну то есть вот эти вот заяви 100 и задания они как-то так не очень то меня вдохновляет а ну что ну может давайте попробуем все-таки своя игра, давайте Helmgard праведный отпор так это вы бесите ух, я тут последнее время с Дарктайдом больше дружу поэтому, черт его знает, как получится посмотрим ну если пройдем, будет здорово ох, мощная штука ох, мощная штука интересно а вот это вот неинтересно вы знаете, сам своего рода зеленый волшебник я так понимаю, чем больше врагов ох, мощная штука ох, мощная штука ох, мощная штука Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Что-то у нас такое Давайте В крит все забьем Пускай будет так Ну что же О, тут тоже надо все повесить Па-па-па Давайте Ну, па-па-па Ну, давайте вот это что-то Так, турпоед А вот это вот, конечно, все Понятно, что, да Просаживаем Очки Из талантов Так Так Давайте Вернемся к профессии сиены Огнедышащего дракона Не, давайте вот это вот Давайте вот так, да Армия мертв Хо-хо-хо-хо Ага Ага Угу Так Что там у нас Попробуем так Два процента Опять скорость Незапаса сил Что тут можно такое взять Два процента Скорости восстановления Ээээээээм Ну давайте вот эту лучше тогда взять И шесть процентов скорости Остановления сил Вот так вот Все ЗА-Ме-ت-Я-Тель-но Давайте попробуем пройти рейтинговое сплетение под названием Янтарная Пастораль, да, давайте. Может, нам как раз не хватало напарников там против двух минотавров. Янтарная Пастораль, да, давайте. Продолжение следует... 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 Что-то у меня тут АК-1 Как сказать They come with friends Ну явно нужно бутылку найти Мановую настойку, чтобы Было все адекватно Ну в смысле, чтобы можно было выполнить Ту ачивку На 24 скелета Каса это такой Да ёкар нам бывает Чего у вас такие руки длинные Ага, смотрите, сколько их стало То есть, ну это только на 20 секунд Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девождения Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают А mie Эй Момент истины, потому что добраться до сюда-то легко. Сейчас там на нас закину дух двух товарищей из двух минотавров, но это вообще не весело. Честно говоря, не очень-то интересно. В первую очередь нужно вот эту. Сейчас еще минотавр прибежит, будет весело. Вот тут я бы... Блин, собака, блин. Несколько вымораживает. Можете мочить его, пожалуйста. Поехали. Здравствуй, дорогой Говорят, что вы друг друга можете мочить Да блин, тут еще попробую вернись от них Сука, 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 выпусти меня Ну, как вы видите, хренас два Запихнули меня в дырку и протащили Пожили А еще тут нету ботов и нихрена нету игроков И они еще утверждают, что не это нормальное решение О том, что надо использовать, надо платить за сплетение Вообще вот этот весь DLC ветромагии, он должен быть бесплатным То есть и сложность катаклизм И вот это сплетение Ну, и я бы еще добавил, конечно Вот этот вот режим Гном его камня Ну, давайте Напоследок его тоже бахнем Гентарное, постарали рекруту После рекрута, конечно, это будет Избиение младенца меня Но, как бы, я и тут И не стремлюсь к тому, что надо пропустить Что надо Пройти обязательно И, скорее всего, ознакомление С Сиеной Ну, конечно Верментит мне в том числе нравится тем, что Тут Именно требуется Отмена Так, настройки Че-то у меня так Че-то как-то жир А, нормально Что именно требуется Хорошая команда То есть на рекруте, может, это еще не так актуально Но последствия Это Очень и очень И те люди, которые Соликом Ну, то есть Тру соло То есть вообще без ботов Играет в Компанейские карты Ну, те, конечно Душевные люди Ну, что, давайте попробуем Ха-ха-ха-ха У нас еще Ага Ага Вот так вот это работает Что Like Вот так тор П medicine Компанас Отлично 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 Труд Ну, дайте, дайте мне. Ага, что-то как-то не получается, да? Так, хватает душ, что ли, или что? Или это работает только на большую? Ну, наверное, это как с этим бомбами против боссов, когда 5 штук нужно кинуть сразу же. Это такая командная работа на ачивку одного. Ну, это такое себе удовольствие, конечно. Не переживай! Нет, нет, нет. Да. Нет. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И этот режим, кстати, вот этот волновой, так сказать Он же работает только если ты прошел обратно в Убершрайк Вместе с какими-то особыми условиями, если я правильно понял Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот так вот отлично работает Чистый Псайкер Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok ну черт ее знает как тут можно набрать лайстер а хорошо куда черт 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 Что тут еще? Что там? Покажите мне этого мудрого жердяя. Вижу. Черт. Как так вот? Нельзя перепрыгнуть в маленький заборчик. Где мой паркур из Дарктайд? Ладно, там скольжение на жопе. Это как это действительно реально выглядит странно. Но там когда через цешечку присаживаешься. Еще одна. Понеслась. А может Минотавров надо через тень можно пробить там взять мит? Поехали. пройдите вот этот бесит на самом деле верминтизе что тут надо обязательно пройти уровень чтобы ядрит мадрид вот это вот но вот где-то так и мы сдохнемся а нет а Ты ж, блин, какая загогулина. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Просто какой-то ахтунг. Где мы, где мы, где мы из миньоны? Ну ладно. Вот как-то так. На ботах особо долго не проживешь, конечно. Но вот зато мы приблизительно укладываемся в час. Мы попробовали компанию два раза. Мы посмотрели на ачивки, на саму структуру того, что есть у некроманта. Мы посмотрели на как она работает в вивах. Мы посмотрели как она работает в этом лест-мен-стендинг. И, собственно, в общем-то, можно сделать выводы. Мне пока что эта некромантка нравится. Очень непривычно в том смысле, что была огненная ветка, которая внезапно превратилась в некромантию. Это явно кто-то так пришел. Ну давайте это самое, что мы там, Мермидия, да? Потому что изначально там Лёнер, вот этот вот наш товарищ, который нам продает вещи, он говорил о том, что Сиена как-то с Мермидией дружилась. А потом, видимо, кто-то пришел и сказал, а давайте мы сделаем неожиданный твист. Вот, и все пойдет не по плану. И вот вначале ввели эту сестру, сестру Сиены, некромантку, с которой мы разобрались из этой башни. Кстати, вот интересно, эту башню вообще будут использовать или как? Но не эту, а вот где-то там башня была. Давайте посмотрим, может быть, что-то поменялось, кстати говоря. Не, никогда не поменялось, но свет горит. Так, и скелет лежит, окей. Причем целая... Тусовка черепов. Да. Видимо, кто-то пришел и сказал, что это будет круто. Но вот... И я, наверное, даже скажу, что да, круто. Вот, Диабли, в нем, некромант был моим любимым персонажем. Ну вот, я его качал, правда, но других времени не хватило, там, знаете. Начнешь качать, так просто пипец. Вот. Что не сильно круто, то, что всего пара... Всего два оружия получается. Хотя, конечно, с другой стороны, есть посмотреть на то, что... Что есть сейчас, дайте-ка, снаряжение. С точки зрения там вот у этого... То там у него и какие-то бретонский меч, и бретонский щит, вот это вот. Но, с другой стороны, да, оно на обе стороны пошло. Вот. То есть на оба... На оба, на оба снаряжение. На оба... Да блин, как тут было. Вот, этот вот. Ну да, ладно, хорошо, тогда все-таки нормально, что всего два оружия добавлено. Но, честно говоря, вот хотелось бы немножко больше. Потому что... Потому что потому... А у этого, кстати, было больше. Сейчас, посмотрите. У него там куча комбинаций было. У... Это воина-жрец. Воина-жреца. То есть это были двойные черепорубы. Один черепоруб. Черепоруб с книгой, черепоруб со щитом. Большой воздоятель. Вот. Короче, комбинаций много. Но фишка в том, что еще... У них... Нет, я не хочу менять. Я хочу посмотреть на... Что у них, что у них... Тут тоже два, кстати, было. Фишка в том, что... Выбор героя. Что я ожидал, что будет... Опять же, вот тут у нас есть товарищ Бардин Мститель, Который первым задал эту тему с... Милишко-онли персонажем. И вот вначале появился этот. Появился этот. Зигмар. И что-то похожее на... Такое среднее милишкость. Эльф, который внезапно стал и магом, И... Научился держать... В руках... Милишку и копье. Копье, которое тоже можно выступать, как... Метательные топоры, например, у... Товарища Гнома. А тут вот, смотрите, все-таки оставили и профессию... Мага. Я вот думал, что тоже у нее что-то будет такое. Какие-нибудь... Орудия ближнего боя. Но нет, нет, смотрите, они немножечко переиграли. Это же прикольно. Правда, но выглядит, конечно, так себе. Вот. Мне больше нравилось вот это вот. Такая... Очень готичная. А здесь вот... Такая... Боевая бабушка. Тут, конечно... Там у преклонных лет, но... Ну, как бы... За 40. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А то и за 50. Но, тем не менее, она очень боевая. А то такая вот явно уже бабушка. На латушке. Все, в общем-то, вы посмотрели, приблизительно поняли. И... И... Да. Я планирую, наверное, поиграть ею подольше. Пройти оригинальную кампанию. Естественно, на легенде. Потому что на катаклизме практически то же самое. То же самое. Чуть посильнее бьют. Чуть побольше врагов. Но бонусов от этого не сильно много. Потому что, ну, красных вещичек... Я не помню, чтобы сильно мне больше давалось. Там, знаете, как-то так. Не было такого, что... Вот сейчас, типа, вот. Питя надают тоже как-то в пропорции... Приблизительно то же самое. Но это оно и видно, как бы, с разряда. Добавили вот этот катаклизм для упертых фанатов. Типа, покупайте Ветромагии и ДЛЦ. Ну, такое себе решение. Вот. Ну, вот это, получается. Попробуем пройти заново еще вот это все. А потом Драхенфельдс, наконец-то. Соберусь по-нормальному. Предательское приключение тоже по-нормальному надо будет пройти. Каракас Гарас. Я его уже прошел гномом специально. Ну, типа, как... Ну, Каракас Гарас. Гномы. Гномы Каракас Гарас. Тени на Бегенхаффенном посмотреть, что там за хитрый... Убершрайк. И, собственно, самая зломучительная карта, это Ветромагия. Ну, и что-то там с друзьями... Ветра... То есть, не ветра эти... А... Пустоши Хаоса. Как-то так. Так, ну что, получается 13. Сейчас, давайте посчитаем, сколько у нас вообще карт осталось. В Верментиде. То есть, если в Дарктайде у нас 16 карт на данный момент, это как бы базовая игра. Ну, там было 14, плюс 2 добавили. То тут у нас получается 13 карт. Оригинальная компания. Да, супер. 16. 18. 21 очко. 23. 26. 27. 27. И, собственно, 27. 28. Вот та. Last Man Standing карта. 28. 28. Ну, в общем-то, можно считать, что в вейвсах и вейвсы, и вивсы, то есть, не вейвсы, а как там пустоши Хаоса и сплетения, это тоже еще там... Короче, на 40 карт тянет. Весьма неплохо для игры какой-то там 4-х летней, наверное, давности. Но я уже точно не помню. Не важно. В общем, есть куда вернуться. В общем-то, и вы возвращаетесь. Игра ждет. Есть, что играть. Есть, с кем играть. Присоединяйтесь для этого особенно на наш Discord сервер Кооператив Дружба. Но если вам не нравится все-таки, вам просто интересно посмотреть, что тут было, но не хочется играть, у нас есть еще другой Discord сервер, на котором... Ну, то есть, на первом не только Verminted, но и куча всяких других лифточей и других кооперативных вещей можно найти. А вот на втором Homeworld Russian Fleet можно вместе со всеми фанатами Homeworld дожидаться этой великой космической стратегии. Будем надеяться, что нынешние основатели не испортят ее. Ну и в целом присоединяйтесь к нашему... К моему социальному клубу, скажем так, и в ВК, и в Телеграме, и в Фейсбуке там есть. Короче, и даже на Дзене что-то там выкладываю переводы из Homeworld. Так что так. А на этом все, дорогие товарищи. Спасибо, что были, и увидимся потом. Как-нибудь в этой наверняка. Или в какой-нибудь другой игре. Тоже наверняка. Все, пока.